Державинские чтения. Напоминаю, что наша пресс-конференция идет в режиме онлайн и свои вопросы пользователи интернета могут оставлять в комментариях под трансляцией. Позвольте представить наших гостей. Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Ивановна Александрова. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Рабкатович Гафуров. Первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Валерьевич Горьев. И первый проректор Кафури Язгатаулович Мензарипов. Ольга Ивановна, первое слово вам. И хочется все-таки узнать, почему в этом году впервые звучит статус международный. Добрый день, уважаемые коллеги. В этом году в Казани мы проводим 13-ю научно-практическую конференцию «Державинские чтения». Державинские чтения проводятся у нас с 2005 года. Это 13-е «Державинские чтения», но первое международное. В прошлом году резолюцией «Державинских чтений» было принято решение перевести статус нашей конференции в разряд международных. Это связано с тем, что наша научно-практическая конференция вызвала большой интерес и большой резонал среди зарубежных представителей. В прошлом году это была Белоруссия, Польша и Китай. В этом году к ним присоединились участники из Венгрии и Болгарии. И поскольку «Державинские чтения» набирают обороты, и, как я уже сказала, и творчество «Державина», и те проблемы, которые обсуждаются на нашей научно-практической конференции, они вызывают большой интерес не только среди российских ученых, но также и зарубежных. Поэтому было принято решение назвать их международными. Спасибо. И.Р. Расскажите, пожалуйста, второй год подряд выручается «Державинская премия». Кому? За какие? Заслуги? И в связи с чем? Спасибо большое. Спасибо. 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 Ольга Ивановна, вот такой вопрос. Третий год Казань принимает научно-практическую конференцию, значит ли это? До этого говорилось о том, что каждый год чтения могут переезжать в разные города. Учитывая то, что третий раз Казань принимает их, значит ли это, что они так и останутся в Казани и будут какой-то, может быть, даже визитной карточкой города тоже в том числе? Ну, вы знаете, я думаю, на самом деле, что мы действительно все-таки остановимся на Казани, потому что вот державские чтения здесь на родине Гавриила Романовича Державина, они прижились. Вот. Поэтому я думаю, что нет смысла нам переезжать куда-то с места на место. Конференция переходит на совершенно другой уровень. Вот. Ряд мероприятий планируется. То есть они уже приобретают новый статус и новый формат, они становятся более интересными. Вот. И, конечно, Гавриила Романович Державин очень талантливый человек, не только в области юриспруденции, и как министр юстиции нам известен, и как поэт. Поэтому и круглые столы, они становятся все более шире, разнообразнее. В этом году у нас запланировано 13 круглых столов. А Всероссийский государственный университет юстиции привез сюда в этом году 200 студентов. Это и из Москвы, и со всех наших филиалов, которые расположены, как известно, на всей территории Российской Федерации. Ну вот, я думаю, что, наверное, да, не будем мы переезжать. Нам здесь нравится, нам здесь комфортно. Огромное спасибо Ильша Травкатовичу, Риязга Таулычу, которые нас поддержали. Огромное спасибо президенту Татарстана Рустаму Миниханову, который также поддержал нашу идею, наш проект. И, в общем-то, с Казани связаны у нас не только державские чтения. Например, завтра мы будем открывать бюст герою России артиллерийскому разведчику Марату Радиковичу Ахмедшину на его родине. До этого мы открыли бюст герою Советского Союза Мусе Джалилю. То есть здесь все в совокупности. Не только наука, но и патриотическое воспитание. Это тоже непосредственно связано. То есть вещи это все взаимосвязано. Поэтому Казань. Я добавлю, да. Дело в том, что мы по отдельности уже пытались эти мероприятия проводить. В стенах Казанского университета с 1993 года проводились державинские чтения. Но они не получали вот того масштаба, который сегодня имеется. И вот благодаря совместной нашей деятельности с Ольгой Ивановной три года назад было принято совместить и сделать два отделения на территории Казанского федерального университета. За что мы также очень благодарны. Поскольку приживается там, где твоя родина. То есть не зря же Булгарскую академию открыли именно в Булгарах. То есть в месте, где был принят ислам впервые на территории Российской Федерации. Хотя были, наверное, разные места локализации данной академии. В то же время Гаврила Романович состоялся в Казани. И вот в подтверждение слов Ольги Ивановны я хочу сказать, что это не просто научная конференция. Здесь достаточно много разных мероприятий, которые в том числе будут проводиться на территории Елаишевского района. Я думаю, многие из вас будут участниками, поэтому вы все увидите, как все это происходит. И огромное количество молодежи будет задействовано. Это, наверное, одна из немногих конференций, где вместе с титулованными учеными принимают активное участие студенты. Они точно так же участниками становятся круглых столов, задают вопросы. Более того, все их подготовленные доклады совместно и с титулованными учеными печатаются в специальных сборниках. Поэтому это уникальная форма проведения научно-практической конференции с участием большого потока молодежи. Я прошу прощения. Я еще хотела бы пару слов добавить по поводу тех мероприятий, которые планируются у нас в эти два дня завтра и послезавтра. Сегодня на встрече с Рустамом Нургалеевичем мы его попросили о том, где был открыт бюст Гаврииля Романовича Державина, сделать такую площадку, какую-то сцену, может быть. И вот этот Лаишевский район, где родился Гаврил Романович, где его родовое селение, где похоронены его родители, сделать такой культурной площадкой, скажем так, где ребята могли бы собираться, наши студенты, школьники, кто угодно. Те, кто интересуется творчеством Гавриила Романовича Державиной, проводить какие-то вечера, читать стихи, что-то еще. То есть таким образом прививать любовь к нашей культуре. Потому что наши ребята, на самом деле, это высоко мотивированные люди, которым интересно все новое. И вот это вот то, что сейчас произрастает, у них вот эти вот ростки. Мы должны это культивировать, я так считаю. Поэтому вот такие... Да, и кроме вот этого мероприятия, о котором я вам сказала, и в Лаишевском районе, и открытия бюста Герою России Ахмедшину, завтра наши студенты будут проводить, соревноваться между вузами, будет викторина по русской правде. То есть здесь вот, как я сказала, все в совокупности. И знания, и интерес. Я... Да, и творчество. Поэтому я надеюсь, что вот это будет действительно очень интересно. И самое главное, что это очень полезно будет для наших ребят. Ну а что касается открытия бюстов, которые вот... Ну вот мы здесь, в Казани. Я считаю, что молодежь, она должна знать, что герои, на самом деле, они рядом с нами. Это не какие-то вымышленные люди, непонятные, да? А вот знать о подвигах, знать историю своей страны. Это действительно очень важно. Поэтому вот все у нас теперь поэтому связано с Казани. Это очень приятно. Что еще касается творчества. Да, Александр Равкадович, я видела вот это красивое издание. Может быть, расскажем, что это за... Вернее, трехтомник сейчас еще. Я подсмотрела, я знаю, что он очень красивое, подарочное издание, трудовдержавное. Будет более правильно, если не отражаете, если более простёр, что будет. Дмитрий Валерьевич. С удовольствием. С удовольствием расскажу. Значит, вот это как раз и есть первый плод совместного проведения державинских чтений и объединения филологов и юристов. В прошлом году филологи по итогам конференции обратились к конференции с просьбой издать Державина. Потому что последний раз Державин издавался в 19 веке. И мы взяли на себя встречное обязательство. Мы провели достаточно большую работу. Причем эта работа не могла бы быть сделана в отсутствие нашего университета-партнера. Я сейчас говорю про Казанский федеральный университет. Потому что огромный пласт, огромный пласт. И в результате... Сейчас Ильшат Равкадыч держит в руках второй том трёхтомника. Второй том трёхтомника, который на следующий год будет доиздан. Сегодня первый том – это поэзия. Второй том – поэзия, проза. Третий том – очерки по праву. Четвёртый том будет очерки по праву. И пятый том будет драматургия. Таким образом, мы переиздадим избранные сочинения Гавриила Романовича Державина. Издание получилось очень достойным. Это репринт. Ну, скажем так, мы постарались и качество, и все современные технологии воплотить в этом издании. И на сегодня, я думаю, что это издание, оно выпущено ограниченным тиражом. Всего 500 экземпляров. 500 экземпляров каждого тома имеется в виду. Оно станет, я думаю, очень раритетным уже в ближайшее время. Потому что людей, которые интересуются творчеством, и которые захотят иметь это издание, их гораздо больше, чем наши возможности по обеспечению объёма этого издания. И забегая сразу, у нас, знаете как, у нас в прошлом году, так мы хорошо с вами тепло побеседовали, и следом начались вопросы, а сколько денег, а сколько из бюджета денег. Это издание издано без привлечения средств бюджета Казанского федерального университета и Всероссийского государственного университета юстиции. На средства людей, которым не безразличен Гаврил Романович и его творчество. Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Рияс Готовович, подскажите, пожалуйста, кто из известных правоведов и филологов уже подтвердил своё участие в конференции, кого ожидаем? Добрый день, уважаемые коллеги. Из известных правоведов у нас приедет Павел Владимирович Крышинников, председатель комитета Государственной Думы по законодательству. Он человек, который не только выдающийся юрист, но и интересуется творчеством Державина, даже издал книгу в своё время. Вот он приедет из филологов, у нас будут коллеги из Венгрии, а из наших российских коллег будет Баранок Олег. Это крупнейший держановед в мире. Он и в прошлом году был, и позапрошлым году уже выступал. Очень интересный такой учёный, который не только глубоко изучил Гавриила Романовича его творчества, но ещё очень интересно рассказать о его жизни, потому что он знает очень много о нём интересного. То есть вот такие люди выдающиеся будут, и они, что очень отрадно, приезжают ежегодно. Ну и новых, конечно, вот в этом году мы планируем, что приедет около 12 иностранцев, но, к сожалению, приедет только 6, потому что у других там какие-то проблемы появились. Но это в жизни бывает, как вы знаете. — Спасибо. Давайте дадим коллегам задать возможность спросить. Представляйтесь, называйте издание, кому адресуйте вопросы? — Артём Кузнецов, деловая газета «Бизнес онлайн», Ольга Ивановна. У меня к вам два вопроса, они очень простые, я надеюсь, вы сможете ответить. Первый вопрос касается круглых столов, которые будут заявлены во время проведения конференции. И меня очень интересует, чтобы столы... Первый — про реализацию мониторника правоприменения и антикоррупционного просвещения. И второй — это связано с преступлениями в уголовной сфере экономики. Я бы хотел, чтобы вы подробнее рассказали, на каких конкретных примерах будут строиться основы этих круглых столов, будут ли разбираться современные проблемы. Естественно, я говорю о банковских кризисах. Например, сегодня Бенбанк обратился в ЦБ по временной администрации. И второй вопрос. Говоря о преступлениях, связанных с экономикой, я бы хотел узнать, каким образом ваш ВУЗ, Всероссийский университет юстиции, взаимодействует с юрфаком КФУ, непосредственно один из брендовых юрфаков в России, потому что это, наверное, самый сейчас животрепещущий вопрос в России подготовки кадров следователей непосредственно или работников правовых структур, которые хорошо разбираются в том числе в экономике. Спасибо. — Разрешите мне про круглые столы ответить. Просто один из круглых столов, который про экономические преступления — это вообще плод моих обсуждений с нашими научными подразделениями. И идея круглого стола по экономическим составам в отраслях построена на вопросах, которые возникают у практиков. В первую очередь круглый стол призван ответить на вопросы и определить модель взаимодействия между людьми, которые находятся на местах и принимают процессуальные решения и предпринимают действия, с людьми, которые занимаются этими отраслями экономики, в которых происходят данные правонарушения. — Ни для кого не секрет, что и наши юристы, и юристы юрфака КФУ получают фундаментальные знания в области респреденции. И когда они приходят работать в прокуратуру, в органы следствия, в МВД, либо в Следственный комитет, они сталкиваются с вопросами, которые имеют отраслевую принадлежность. Будь то энергетика коммунальная, большая энергетика, будь то здравоохранение, будь то сельское хозяйство. И особенности физические, химические, свойства каких-то вещей и веществ, которые находятся в материалах дела, они не отражают круг их знаний и изысканий. И на сегодня остро стоит вопрос о получении во все силовые ведомства узкоквалифицированного специалиста, который бы являл собою совокупность отраслей экономики и права. Для того, чтобы корректно и квалифицированно хотя бы на первом этапе оценить экспертизу, которая дается в материалы уголовного дела, для того, чтобы уже принять процессуальное решение. Стол этот первый, про стол про этот нас просили уже лет, наверное, пять, разные ведомства, потому что, ну еще, наверное, в 2008 году обращалась прокуратура с просьбой обучить работников ведомства основам методики ценообразования при регулировании тарифов естественных монополий. После этого стоял вопрос от МВД по проведению каких-то обучающих семинаров в связи с коммунальной энергетикой, с жилищным кодексом, с регулированием товарищ-собственников жилья. И у нас получается, что отрасли экономики, они тесно переплетены с правом, а зачастую все это дело сводится к эксперту, который умудрился получить аккредитацию при каком-то органе, но не обладает достаточно квалифицированными знаниями для выводов, которые он делает, и которые в итоге ложатся либо в основу уголовных дел, либо в основу каких-то обвинительных частей. И этот круглый стол, он первый. Мы на него пригласили и судей, приезжает судья Верховного суда к нам, приезжает к нам из, по-моему, Главного следственного управления Следственного комитета, приезжают и приглашены следователи МВД, приглашены прокуроры. То есть стол действительно будет межведомственным, стол будет интересным, но здесь, знаете как, тут на старте, наверное, мы должны определить модель взаимодействия, потому что взять и сделать так не получится, а обсудить модель создания какого-то действия, которое позволит научить, потому что не получится в каждом регионе взять и обучить кого-то большой энергетике, кого-то особенностям регулирования медицины, кого-то вопросам регулирования госзакупок и работы с электронными площадками, но при этом в главных управлениях, в главках, которые есть и в МВД, которые есть в Следственном комитете, которые есть в прокуратуре, должны появиться специалисты узконаправленные, которые хотя бы смогут определить, а присутствует ли в экспертном заключении методика, оценка, способ, затратный, фактический, чтобы человек, который дает задание на производство экспертизы, мог понять, что заключение объективно, по каким-то рэперным точкам, в последующем, конечно, мы научим, но вы понимаете, если мы сейчас все бросимся, засучив рукава, это все равно, ну, года три мы будем учить. И вот этот круглый стол, он первый, это пробный шар, и я думаю, что он вообще станет основой для появления и на юрфаке КФУ, и в нашем университете новых направлений, ну, по крайней мере, магистрских программ. Потому что мы все к этому шли очень долго, а теперь уже, что называется, хватит рассуждать, пора делать. Там второй круглый стол какой, вы спрашивали? По коррупции? Там тоже самое, у меня второй вопрос был про взаимодействие с хирфаком КФУ, вот в сфере... Все круглые столы проводятся совместно, и вот это не только можно привести на этом примере, но и в целом, вот когда проводятся те или иные конференции, мы собираем наиболее интересные вопросы и те предложения, которые дают уже действующие практики, да, и дальше на основе результатов проведения круглых столов формируются образовательные программы, которые кооптируются в действующее первичное образование, то есть подготовка бакалавриата, либо на уровне магистратуры, тогда уже более специфические программы реализуются. Ну, и вы же знаете, что наши коллеги, с которыми мы проводим державинские чтения, они более практикоориентированы, чем юридический факультет, может быть, нашего университета, и поэтому вот взаимообмен и дискуссионные площадки не только между нашими учеными, но и между нашими студентами, они являются лучшим кооператором или интегратором наших образовательных программ. Поэтому сами чтения и сама конференция, она получается достаточно масштабной, я думаю, и общие программы образовательные, они тоже получатся достаточно хорошими, которые будут ориентированы на те вызовы, которые каждый день, к сожалению, вот такого характера, который вы озвучили, сегодня в обществе появляются. Ну, конечно, сказать, что, извините, пожалуйста, конечно, сказать, что подготовить универсальных специалистов невозможно. Вот я полностью согласен, что Дмитрий Владимирович сказал. В любом случае, нужны будут узкие специалисты. У нас сегодня уже выпускники бакалавриата юрфака, магистратуру идут на экономфак, да, экономисты наоборот. Более того, значит, из иных предметных областей, начали уходить, то есть геологи уходят, медики уходят на магистратуру, на юридический факультет, по одной простой причине, что они хотят сконцентрироваться на медицинском праве. Там тоже очень много вопросов. Вот если вы читали материалы, особенно связанные с трансплантациями органов и так далее, то есть когда можно считать человека уже умершим, там очень много тонких вопросов. Возникают вопросы со страховым правом, ну, много там. И поэтому нужны межведомственные специалисты, которые далее будут специализироваться уже, когда придут, видимо, на свои рабочие места более глубоко в тех или иных предметных областях. Спасибо. Иршат Равкатович, я вот о чем хотела сказать, что в этом году мы впервые планируем с Казанским федеральным университетом летом провести летнюю школу по основным проблемам юридической науки и практики, которые, я так понимаю, что тоже где-то здесь, на базе Казанского федерального университета. Ну, может быть, даже место мы пока не определили, но во всяком случае, вот это вот, да, да. Поэтому вот такие у нас планы с Казанским федеральным университетом. Я думаю, поскольку вот теперь вот это уже состоялось, и наша дружба, и отношения, я думаю, что это уже всерьез и надолго, и это только начало. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Ольга Ивановна, здравствуйте. Это Татарна Форума, Валерия Глова. Такой вопрос. Чем чтения этого года будут принципиально отличаться от чтений предыдущих годов, ну, кроме, естественно, статуса международного для конференции? Я думаю, что, наверное, принципиальных каких-то вот таких уж прям кардинальных различий нет, просто появляются какие-то новые круглые столы, а так, в общем-то, наверное, ну, мы традиционно поддерживаем вот именно в тех рамках, которые они у нас и до этого существовали. Появляются какие-то темы, какие-то новые, актуальные, которые необходимо обсудить. Это вот и усыновление детей, да, как и с зарубежными родителями. Там много нюансов. Что касается коррупции, терроризма, ну, это тема, которая сейчас на слуху. Так что, в общем-то, кроме вот этих новых заявленных столов по медицине мы планируем, в общем-то, наверное, ничего такого-то и не будет. Хотя я считаю, что это темы, они всегда актуальны и всегда интересны. Ну, в целом, все конференции, они так или иначе, даже если по названию не отличаются, то содержательная часть там всегда формируется таким образом, что они отвечают на те вызовы, которые есть в обществе. Мы же, если темы неинтересны, да, то просто они не посещаются. Поэтому формат, я полностью согласен на то, что Ольга Ивановна сказала, он вот определен и неопределенный, временной интервал определенный. Если с этой точки зрения, то они... Я вот что хотела бы добавить, что в этом году исполняется столик Великой Октябрьской социалистической революции, поэтому один из круглых столов как раз-таки будет посвящен этой проблеме, это к столетию двух революций. И это тоже правильно, что на нашей площадке проводится, поскольку родоначальник начинал свой путь именно в Казанском федеральном университете. У нас как не крути, у нас все связано с Казани, с Казанским федеральным университетом. Но при этом этот... При этом этот круглый стол, он призван в первую очередь не вызов обществу, да, потому что сейчас, ну только ленивый не обсуждает историю, а призван обсудить то, что было, и донести детям, нашим детям, студентам, и привлечь их, и вовлечь в этот круглый стол именно с точки зрения изучения истории. Плюс, конечно, я добавлю уважаемых ректоров, наверное, все-таки 13-я международная научно-практическая конференция отличается от 12-м тем, что из года в год от конференции к конференции повышается качество. Повышается качество докладчиков, повышается качество участников. И сегодня в нашей конференции мы привезли пять человек, пять человек, которые принимали участие в первых конференциях, но уже в статусе. Кто-то защитил диссертацию, кто-то сейчас готовится к защите диссертации. То есть, понимаете, научно-практическая конференция, она является единственной площадкой научной в стране. Именно державинские чтения для юристов, где молодые ребята плечом к плечу с уже именитыми юристами могут выступить, могут высказать свою точку зрения, поспорить и сделать первый шаг в науку. А с учетом того, что наука наша требует новых сил и новых идей, научно-практическая конференция «Державинские чтения» является именно тем стартом для молодых ученых, который можно реализовать при условии приложения сил и стараний. Дмитрий Владимирович, вот как раз вопрос в Тагонку. По итогам этих споров, молодых с именитыми, может быть, что-то находит притворение в жизни, от теории к практике, скажем так? Во-первых, у нас половина ребят, которые выступают в научно-практической конференции, они темы, которые выбирают, и столы, в которых они участвуют, они их уже ставят себе в основу и идут по ним. То есть, это их специализация становится. И они уже прикреплены к этой кафедре, они уже изучают эту проблематику. То есть, они понимают, что им нравится. И отрасль права, которую они избрали, становится для них основой в последующей профессиональной карьере. Спасибо. Еще коллеги вопросы? Легко ли стать участником Державенских чтений студенту? Это конкурс какой-то, или это просто любой желающий? Нет, студенту стать участником Державенских чтений очень легко. Просто надо оформить заявку. Другой вопрос, что то, что делает Казанский федеральный университет и университет юстиции для своих студентов, мы не можем сделать для сторонних вузов. То есть, мы изыскиваем средства. То есть, на сегодняшний момент у нас студенты, наши 200 человек, они едут за счет университета сюда. И, конечно, это не просто возможности, поддержка. Причем, этих денег нет в бюджете. Это в небюджетные средства. Это мы изыскиваем за счет сокращения статей, но в первую очередь на премирование, на какие-то такие вещи, которые вот у нас движимые. И ребята едут с удовольствием, принимают активнейшее участие. И то, что сказала Ольга Ивановна, вот круглый стол, который совместно с университетом Кутафина, Казанским университетом и нашим университетом в этом году проводится, «Тысяча лет русской правде», это огромный интерес, огромный интерес вызывает в первую очередь у студентов. То есть, они готовы, они хотят. И во многих наших филиалах поехать на державенские чтения, это не просто оформить заявку, а это конкурс. То есть, ребята стремятся, ребята проявляют себя, ребята участвуют в научных кружках, участвуют в общественной деятельности университета. И по результатам совокупности вот этих всех действий, они раз в год имеют возможность принять участие. И самое, что интересное, к сожалению, мы не взяли с собой, по итогам каждой конференции мы издаем сборник научных статей, в котором мы публикуем всех участников конференции. И ребята, которые приняли участие, первый курс, даже у нас в практике есть, что принимают участие выпускники колледжа, ну, последние курсы колледжа, они все публикуются, всем им передается этот сборник научных статей. И здесь вот без всякого пафоса я могу сказать, что для многих это становится толчком. Толчком, то есть, когда ребенок приходит домой, показывает, во-первых, это гордость, во-вторых, приходит переосмысление. То есть, человек видит продукт своего труда, приложение. Причем, когда там статья, допустим, стоит Крашенинникова, да, а следующая статья нашего студента из, я не знаю, из Карелии, то, конечно, это и гордость, и почет, и совершенно другое уже отношение и к учебе, и к делу. А мероприятие, которое мы стараемся приурочить к конференции, вот в прошлом году, открытие памятника Мусе Джалелю, в этом году памятник Ахмедшина, ну, это просто, я считаю, та возможность, которая у других студентов, кроме Казанского федерального университета и наших студентов, просто отсутствует. Потому что мы пригласили к участию казетов Суворовского училища, везут пансион воспитанниц Министерства обороны, Министерство обороны везет девочек своих, и будут курсанты танкового училища Казанского. И на самом деле, ну, можно по-разному, у нас сейчас появятся наверняка какие-то блогеры, которые сейчас разложат, кто кому памятник открывает, кто где деньги взял. Но на самом деле, если мы не будем учить студентов помнить, то перспективы у нас нерадужные. И дети, которые едут, они с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, а люди, которые жизнь отдали за страну, они не зря отдали жизнь. Они боролись с терроризмом, а мы каждой своей конференции будем их вспоминать и вкладывать нашим студентам, что их подвиг, это подвиг для страны. Спасибо. Спасибо. Коллеги. Сколько все-таки участников в этом году, да, ну, цифра конкретная есть наверняка уже, и какая культурная программа для них подготовлена в этот раз? Участников заявлено 500 в круглые столы, но практика показывает, что будет где-то человек на 100-150 больше, потому что Самара, Нижний Новгород, студенты, аспиранты, которые не имели возможности, но неожиданно получили способ добраться до Казани, добраться до конференции, они с удовольствием принимают участие. Культурная программа, которая у нас запланирована, это посещение Севьяшска, ну и, собственно, вы знаете, ну, слава Богу, у нас есть у всех, я про нас университеты сейчас имею в виду, отделы по работе, по воспитательной, по внеучебной работе, они организуют досуг детей элементарно. Мы привезли с собой мешок игр настольных, то есть у нас студенты проводят викторины, мы проводим, ну, наверное, раз в месяц кому что, и все с таким удовольствием играют. Вы знаете, вот я на старте думал, что когда-то это закончится, а это набирает обороты, то есть что, где, когда у нас уже вышло за рамки нашего университета, к нам приходят соседние вузы играть, уже школы просят, округа просят, поэтому детям организовано все полностью, и питание, и отдых, и культурная программа. Вечером им сделают экскурсию «Вечерняя Казань», то есть ребята посмотрят, посмотрят, погрузятся в историю Казани, и, ну, все это часть, часть той работы, которую, за которую нам, вот, в первую очередь, деньги платят. Я просто добавлю, что есть официальная, то есть утвержденная часть культурной программы, а есть еще не утвержденная, когда студенты нашего университета приглашают своих коллег из Москвы, и они просто показывают те места, которые им больше всего нравятся. Ну, понятно, что все это в каких-то рамках, но, тем не менее, рамки, прежде всего, связаны с обеспечением безопасности, чтобы все, кто приехал к нам живыми здоровыми, живыми здоровыми от нас уехали, да, а так все площадки у нас будут открыты, и предоставлены, даже если есть желание посетить те или иные музеи Казани, они открыты. То есть бывает индивидуально, когда по пять, по шесть человек хотят что-то посмотреть, ну, несколько дней проведут здесь. И вот Дмитрий Владимирович не зря акцентировал внимание, каждый раз, на какие ресурсы проводят. Вот в прошлом году по итогам он также акцентировался на этом внимании. Значит, после того, как мы объявили о премии Николая Ивановича Лобачевского тоже, все эти вещи сегодня делаются за счет попечителей, за счет спонсорской помощи. Просил это тоже учесть. Потому что ни в бюджете, ни нашего университета, ни у наших коллег этих вещей мы стараемся не делать, поскольку, ну, бюджетные ресурсы, они распределяются целевым образом. Поэтому у меня просьба, чтобы не домысливать, где и что получается, что лучше, что не лучше. Есть вот, но премия державина, она утверждена постановлением правительства Российской Федерации, то есть Республики Татарстан, соответственно, это бюджетная составляющая. И возглавляет комиссию вице-премьер, господин Шахразеев, является как бы руководителем этого комитета, который определяет, конечно, там предложение поступает от экспертов, то есть не сам он там решает принимать то или иное решение, но последнее как бы заседание комитета проводится под руководством вице-премьера нашей республики, и они принимают окончательное решение и юридическое оформление от вручения этой премии. А премии Лобачевского экспертами выступали выдающиеся математики мира, в основном филфордские лауреаты, а сумма это собранная за счет попечителей нашего университета. Спасибо большое, коллеги. Вопросы остались? Конференция обещает быть очень интересной, если у гостей не осталось что рассказать. Еще может быть что-то? Уважаемые коллеги, я, пользуясь случаем, хотела бы вас с удовольствием пригласить на наши державинские чтения, посмотреть, поучаствовать, принять участие, а также я хотела бы вас пригласить завтра на открытие памятника «Герою России» Марату Радиковичу Ахмедшину. Приходите, познакомьтесь с нашими ребятами, посмотрите, как у нас это все проходит. Будет интересно, не пожалеете. Ждем вас с удовольствием. Спасибо. Семьяр Табаева, 8.30. 8.30, да. Спасибо большое, гости. Спасибо большое, участники. Едет у нас почетный караул Министерства обороны. То есть действительно будет очень красиво, очень торжественно. И дай бог, чтобы... Наши солдаты, наши офицеры не погибали больше. И я думаю, что Татарстан гордится своими сыновьями. Поэтому приезжайте. Вам, уважаемые коллеги, спасибо огромное. Мы уже в третий раз проводим здесь брифинг. Вот настолько тепло с вами всегда общаться, настолько уютно, что... Правда, вы спрашиваете, почему Казань? Ну вот и поэтому в том числе умеете гостей принимать, что к вам хочется приезжать, приходить и общаться с вами. Спасибо вам огромное за вашу работу. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем.